Скажи, скажи правду. Наталья, у нас сегодня рубрика «Скажи правду». То есть мы нашли на просторах интернета несколько слухов, самых таких запоминающихся, и сейчас будем говорить, правда это или ложь. Так и страдаю. Наталья Подольская поделилась своей пагубной привычкой. Живот главный комплекс певицы. Певица собирается сделать липосакцию. Ой, прям липосакцию? Нет, нет, до этого, конечно, не доходит. Знаешь, сколько раз я была, по мнению, пресса беременная, а просто вот немножко обедала. Я над этим работаю. Спорт, питание и никакой липосакции. Никакой. Опровергаем этот слух. Следующий. Заслужила. Пресняков отпустил Подольскую на все четыре стороны. Мужу стало безразлично, где и как проводит время его жена. Ой, а что я должна... Нет, я опровергаю, ему не все равно. Нет, а вообще мне так удивительно, такие заголовки, ведь люди дальше не идут читать саму статью, а в статье, скорее всего, написано «Уехала с сестрой и детьми куда-нибудь на отдых», к примеру, да. Но вот эти заголовки ужасные, отвратительные. Фу! Знаешь, в чем секрет счастливого брака? Это когда ты остаешься свободным человеком. Имеется в виду, ты можешь встретиться с подругами, ты можешь куда-то полететь, отдыхать, если он, например, в этот момент не может. Ты можешь надеть, что хочешь, сказать, что хочешь. Ты свободный человек. Мне кажется, это очень важно. Владимир просит от Натальи родить дочку, но певица выбирает строить музыкальную карьеру. То есть сижу так и выбираю, выбираю. Дочка? Либо дочка, либо, да. Ну, я бы с удовольствием еще родила одного ребеночка. То есть от кого хочется больше, девочку или мать? Все равно. Вообще. Так, Наталья терпеть не может, когда ей задают вопросы про ее мужа. То бишь, то, что делаю сейчас я. Ты знаешь, я уже давно перестала обращать на это внимание, потому что это действительно такая... Мой муж – это большая часть моей жизни, причем он непростой человек, которого никто не знает. Это знаменитость. Я привыкла к этим вопросам. Его тоже часто про меня спрашивают. Вообще, самый, знаешь, у него и у меня всегда так, если мы где-то друг без друга... Привет, как дела? А где Наташа? Или привет, как дела? А где Вова? Это, значит, как дела? Первый вопрос, а дальше вот его. Чтобы отпроситься у Натальи на встречу с друзьями, Владимиру приходится убирать весь дом. Такое тоже я нашла. Это очень смешно. Такого не отпускаю. Вот весь дом вылежит, и я его не отпущу. То есть сначала убирается, а потом... Я почутила. Спасибо, прекрасная уборка. И последнее. Печальное зрелище. Подольская слила в сеть честное видео с Долиной. Именно честное написано. Это, наверное, имеется в виду видео с дня рождения Петровича. И, слушайте, Лариса Александровна так шикарно выглядит. Она такая стройная, она такая помолодевшая. Ей вообще никакие фильтры не нужны. С этим согласна. По крайней мере, Лариса Александровна мне не предъявляла претензий. А вообще, вот мне интересно, если, допустим, собирается много знаменитостей артистов, насколько вообще вы согласовываете, допустим, вот это можно выложить, там, пожалуйста, вот это не выкладывай без фильтра. Есть вообще такое? А, нет. Все просто выкладывают, да, и без разницы. Когда идет праздник и вот это мероприятие, то, конечно, ты не будешь подходить к каждому и спрашивать разрешение. Да, но если сама видишь откровенное неудачное фото, если ты хороший человек, товарищ артист, то ты не выложишь друга подругу. Скажи правду.